Добрый день, Сергей Корнеплодович, мля. Здравствуйте, Млядимир Млядимирович. Как раз звонил вам с утра, у вас было занято. Да я в курсе. Я в тот момент общался с министром финансов Силуанусом. В смысле, Силуановым. Мы с ним снова обсуждали стабилизацию курса рубля, мля. Пока он не рухнул. Это очень правильно, потому что 102 рубля за доллар, это просто, на мой взгляд, грабеж. Ну а вам-то какая разница? Вы же уже давно в рублях не воруете. Да я же не за себя переживаю, мне за державу обидно. Ладно, я чего звоню? У меня тут к вам накопилось большое количество вопросов. Вы не поверите, но у меня к вам накопилось большое количество ответов. Было бы супер, если бы ваши вопросы и мои ответы как-то совпали. Ну вот это мы сейчас и проверим. Смотрите, я как глава Кремля, бля, обеспокоен тем, что недружественный нам киевский режим, жим, снова запустил по нам беспилотник. Да ерунда все это, Владимир Васильевич. Можете не переживать, мы их щелкаем как семечки. Вчера, например, 27 штук сбили, 18 над Корской областью и 2 над Белгородской. Так, а еще 7? Что еще 7? Ну вы сказали, что беспилотников было 27. Абсолютно верно. Ну 18 вы сбили над Корской областью и 2 над Белгородской. Так точно. Но 18 и 2 будет 20. Вы уверены? Конечно уверен. Ну значит беспилотников всего было 20, из которых нам удалось сбить 27. Это элементарная математика. 20 пишем, 7 в уме. Сергей Архимедович, вы в своем уме? Не надо мне тут ля-ля, бля. 27 сбили из 20. Как такое возможно вообще? Так же как и с Хаймарсами. Помните, когда Украине только передали первые 4 Хаймарса? Мы уже через пару дней уничтожили 20. Вон, Коношенков не даст соврать. Вы еще тогда сказали, молодцы, продолжайте в том же духе. Вот я и продолжаю вам докладывать в том же духе. Ладно, все с вами понятно. А что у нас там происходит в районе Севастополя, бля? Что вы конкретно имеете в виду? Я имею в виду недавнюю атаку на некоторые наши корабли. А, там вообще бред какой-то. Мне звонил этот, командующий Черноморским флотом Соколов. Вместо того, чтобы рассказать про наши корабли, нес мне полчаса какую-то муру про какой-то баян какого-то Державина. Причем тут вообще этот всеми забытый певец. Сергей Глухопердевич, не муру, а буксир профессор Николай Муру. Не баян, а буян, малый ракетный корабль. А Павел Державин, это не певец, а патрульный корвет. Ни хрена себе, а я думал они там решили устроить прощальный концерт в честь вывода Черноморского флота из Севастополя. Так вот, все эти три наших корабля, бля, украинцы, я слышал, атаковали своими надводными дронами с экспериментальным вооружением. Что вы по этому поводу мне скажете? Да ерунда все это, Василий Владимирович. Можете не переживать, мы их эти морские дроны щелкаем как мидии. Тем более мы уже придумали, как раз и навсегда защитить все наши корабли от этих морских малышей. Перегнать корабли в Абхазию это не выход. Ну, значит не придумали. И вообще, Владимир Владимирович, ну что вы меня постоянно валите, как профессор на экзамене? Вечно вы свои эти вопросики про Черноморский флот мне тулите. Вы знаете, что я плаваю в материале. Я ж вам тысячу раз предлагал, давайте создадим первый в мире экспериментальный Алинефлот. Я в этом хоть что-то соображаю. Че этим рогатым надо? Два раза в день жрачки им дал, в стойло загнал, и никакие морские дроны им не страшны. А с этим нашим геморройским флотом сплошной Черномор. Ой, с Черноморским флотом сплошной геморрой. Да перестаньте выныть, Сергей Соплежуевич. Вы же министр обороны, а не какая-то мямля. Вы мне, кстати, обещали, что до 1 октября остановите контрнаступление ВСУ. Что вы для этого сделали? Что мы для этого сделали? Да. Не хочу вас расстраивать, Василий Васильевич, но мы походу сделали все, чтобы украинцы уже никогда не остановились. И что теперь? Правильно говорить не теперь, а терпеть. Все, извините, Владимир Терпилович, пойду готовить ответы к вашему следующему звонку.